Добрый день, уважаемые члены жюри, уважаемые участники. Меня зовут Тормышева Ольга, я директор профессионала в Центре Организации Дорожного Движения Правительства Москвы. Наставничество в нашей организации развито в разных подразделениях, но сегодня я хочу вам рассказать о самом большом нашем подразделении и там внедрении нашего нового, скажем, актуализированного системы наставничества в дирекции фото-видефиксации. Мои коллеги уже подробно рассказали вам про функции нашего учреждения и про некоторые функции HR, как у нас выстроены HR-процессы. Поэтому, пожалуй, я детально не буду останавливаться на каждой задаче, стоящей перед ГКУ ЦУДД, но сделаю акцент именно на деятельности дирекции фото-видефиксации. Одна из важнейших наших задач в нашей организации – это поддержание безопасности на городских дорогах. И в этом нам помогают те самые камеры, с которыми автомобилисты встречаются на постоянной основе. Камеры расположены в разных частях города и работают они у нас круглосуточно. Они непрерывно отслеживают ситуацию на дорогах, конечно, фиксируют все нарушения ПДД. Однако, по нашему опыту, мало кто задумывается, какая без преувеличения грандиозная работа ведется по ту сторону камер. Дирекция фото-видефиксации насчитывает около 300 сотрудников. Из них 200 техников у нас работают, техники обработки данных, так называются должности, работают над тем, чтобы проанализировать все материалы, поступающие из камер. Техника обработки данных – это должность, по сути, уникальная. На рынке аналогов ей нет. Сотрудник, выполняющий данную работу, должен не только обладать внимательностью и обладать аналитическими навыками, но и разбираться еще хорошо в правилах дорожного движения и отлично знать все марки и модели автомашин. Каждый новый сотрудник приходит к нам без релевантного опыта работы. И именно от качественной адаптации зависит, насколько быстро и эффективно он усвоит все необходимые знания и сможет приступить к самостоятельной работе. Иными словами, процесс подготовки для нас становится критически важным. Конечно, наставничество в базовом варианте было представлено в отделе обработки данных всегда. Прежде чем перейти к самостоятельной работе и начать работать с реальными материалами, новые сотрудники проходили соответствие обучения, затем экзамен. Но по результатам принималось уже решение, готов ли сотрудник работать уже самостоятельно. И этот период был очень длительным, от трех и более месяцев. Говоря языком цифр, текучесть кадров в данном подразделении составляла около 50%. И для нас это было большой проблемой. Нужно было что-то решать. Соответственно, HR не мог остаться в стороне. Так появился проект перезапуска системы наставничества для отдела обработки данных фото-видеофиксацией. Для нас было очень важно соблюсти баланс между информативностью и увлекательностью. И если с информативностью было там все в порядке, в полном порядке, ну иначе быть так просто не могло, то мы, как HR, видели свою главную задачу в том, чтобы сделать адаптацию максимально комфортной и увлекательной. Мы не хотели просто загрузить наших сотрудников новой сложной информации, а хотели сделать именно процесс первичного обучения занимательным, чтобы новички наши не испытывали стресса, ими там психологического дискомфорта. И главное, чтобы адаптационный период у них сократился. Кроме того, к нам на работу стали приходить, до сих пор приходят к нам молодые специалисты с нарушениями слуха. Для нас было очень важно адаптировать программу наставничества и подготовки их к самостоятельной работе, чтобы у наших новых коллег с ограниченными возможностями не возникало трудностей с освоением материала. Обновленная система наставничества состояла из следующих этапов. Первый этап – это был выбор наставников. В рамках этого этапа среди действующих сотрудников мы собирали заявки на участие в этой программе. После сбора заявок руководство подразделений вместе с нашей службой, с HR, проверяло кандидатов на соответствие формальным признакам. Это работа в должности, срок работы в должности, производительность труда. Другими словами, мы хотели видеть среди наших наставников тех, кто действительно замотивирован и кто достаточно накопил большой опыт и мог продемонстрировать у них хорошие результаты в своей собственной работе. Заявок было очень много. Это было для нас такой приятной новостью. По этой причине нам пришлось провести дополнительный этап отбора. У нас, по сути, получился мини-ассессмент. Во время которого мы оценивали компетенции потенциальных наставников. Коммуникативные навыки, стрессоустойчивость, гибкое, критическое мышление. И, конечно, мы должны были оценить, насколько их способность у них есть добиваться результата и готовность развивать других людей. В ходе оценки мы проводили индивидуальное интервью, давали различные кейсы. Один из них – это коммуникативные навыки. Это все происходило в рамках групповой работы, когда мы смотрели, как наставники работают в группе и решают определенные кейсы. Второй этап – это обучение наших наставников. Мы не могли оставить будущих наставников один на один со своими новыми обязанностями и подготовили для них предварительное обучение. Перед тем, как стать наставником, кандидаты прошли экспресс-курс обучения, организованный нами управлением по работе с персоналом. На занятия у них они обучались правильно поставить задачи, правила даже постановки задач у них были, как давать своевременную обратную связь и еще как давать свободу действий, причем сохраняя контроль над ситуацией. Экспресс-курс представлял собой серию мини-тренингов по обозначенным выше, что я рассказала, тематикам. Разумеется, что после окончания курса на связи с сотрудниками оставались и мы, как и чар. Отдельно хочу отметить, что будущие наставники выразили свое желание обучиться основам языка жестов, чтобы эффективнее строить коммуникацию с нашими словослышащими коллегами. Для этого мы пригласили педагога, который провел ряд уроков с нашими наставниками. И могу сказать, что это все успешно, настолько была успешно реализована эта задача. Таким образом у нас сформировался кадровый резерв наставников. Самый главный, третий и самый основной этап – это непосредственная работа с наставляемыми. После того, как наставники у нас прошли обучение, они смогли приступить к новым обязанностям. Им предстояло и предстоит по сей день сопровождать новых сотрудников на пути подготовки к самостоятельной работе. Самый главный вопрос – как же строилась подготовка новых сотрудников к самостоятельной работе? И в чем заключалась геймификация? Наставники неизменно в первые недели новичкам приходилось изучать большой опыт теоретического материала, который касается их будущей работы. Делают они как самостоятельно, так и в учебных группах. Есть определенные рабочие моменты, которые мы не можем и не должны уходить от старого, доброго учебного процесса, который сводится к методическому изучению материала. Но наставники неизменно всегда находились рядом. Чтобы буквально, фигурально, чтобы что-то подсказать, ответить на вопросы. И новые сотрудники у нас проходят как очные, так и онлайн тренинги, на которых им рассказывают про технические аспекты. Перед тем, как приступить к самостоятельной работе, новые сотрудники тренируются у нас на онлайн тренажерах, которые мы разработали сами. Они представляют из себя симуляторы с изображениями камер фото-видеофиксации. По сути, наши новички, они у нас тренируются на ненастоящих материалах. Разумеется, их результаты проходят тщательную проверку. Наставники учат новичков не только разбираться в технических аспектах, но и самостоятельно принимать решения, анализировать ошибки, извлекать уроки. Наставники регулярно у нас проводят индивидуальные встречи со своими наставляемыми, на которых оценивается прогресс в изучении материала, делятся своим опытом и просто отвечают на интересующие вопросы. Помимо индивидуальных встреч один на один, у нас регулярно проходят командные встречи, где наши коллеги обмениваются опытом и время от времени даже соревнуются, кто на данном этапе знает больше. Все, конечно, проходит у нас в такой дружеской абсолютно атмосфере. На практике это происходит так. Ребята делятся на небольшие группы по 2-3 человека, начинается небольшой квиз. Самый популярный сегодня формат, какой есть, это квиз. Кто-то из наставников выступает в роли ведущего, фиксирует результаты, команда-победитель получает какой-нибудь приятный приз, например, коробочку конфет. И хотя формат у нас исключительно дружеский, при том, при всем здоровый друг, соревнования их очень стимулируют, очень. Один из элементов еще нашей программы наставничества, это один из методов как раз вот наставничества, это шейдлинг. Это метод активного наблюдения. Когда наставляемый следит за реальной работой своего наставника, задает вопросы, потом разбирают все они непонятные моменты. Хочу сказать, что такой формат носит уже закрепленный, не побоюсь этого слова, регламентированный уже характер даже. Эффект получается куда лучше, чем обычный. Можно я тут немного понаблюдаю за вами. И те, кто наблюдает, и те, кто за кем наблюдает, осознают важность этого процесса и относятся к этому очень серьезно. Я уже упомянула квиз, как игровой аспект нашего обучения, но сейчас хочу рассказать про нашу главную находку. Через всю программу подготовки у нас идет наша авторская игра. Называется «Шахматы для всех». Правила здесь просты. Каждое утро наставляемый получает от основника задание. Задание зависит, на каком этапе находишься от наставляемый. Это может быть, например, изучение определенных материалов или там работа на тренажере-стимуляторе. Если к вечеру заданием наш наставляемый справился, то он заменяет свои фигуры фигуру наставника на шахматой доске. И наоборот, в случае неуспеха наставник забирает фигуру свою подопечных и ставит ее на свое место. Так достигается эффект наглядности, прослеживается динамика прогресса. В конце рабочего дня наставник и наставляемый обязательно подводят итоги. Главная наша мысль, что победа наставляемого – это победа наставника. Ведь в таком случае он же ведь справился со своей ролью. Сейчас я предлагаю вам посмотреть наше видео, которое посвящено нашей практике наставничества. И как раз подробно вы все увидите нашу авторскую игру «Шахматы для всех». В Центре Организации Дорожного Движения мы ценим развитие и профессиональный рост каждого сотрудника. Наставничество у нас – это не только работа, это искусство вдохновлять и вести за собой. Чтобы стать частью этой уникальной команды наставников, каждый кандидат проходит тщательный отбор. Мы ищем тех, кто готов делиться знаниями и расти вместе с нами. На интервью кандидаты демонстрируют не только свои профессиональные навыки, но и способность мыслить стратегически и творчески. Обучение наставников – это не просто передача знаний. Это развитие способностей видеть картину целиком и управлять процессами. Практические занятия позволяют нашим наставникам испытать и отточить свои навыки в реальных условиях. Взаимодействие и обмен опытом – ключевые элементы нашей программы наставничества. Здесь каждый может научить и научиться. В центре организации дорожного движения наставничество стало похоже на игру. На игру в шахматы, где каждый ход имеет значение. Каждое утро новое задание – новый ход. День за днем, задача за задачей, ученик растет. Успешное решение – еще одна победа на доске. Обсуждение, анализ ошибок и путь к успеху. Шахматы – это не просто игра. Это стратегия, планирование, взаимодействие. С каждым днем ученик становится ближе к своей цели. И в конце пути ожидает победа. Игра начинается заново. Так продолжается цепь наставничества в центре организации дорожного движения. Геймификация – это не скучное наставничество. Присоединяйтесь к нашей игре. Мы так посмотрели на наше видео. Каков же итог внедрения обновленной программы наставничества? Да самый позитивный. Мы достигли всех поставленных целей. Мы создали, во-первых, создали мы комплексную систему наставничества, как вы заметили, комплексную. Текучесть персонала у нас в период испытательного срока снизилась до 25%. А уровень удовлетворенности и вовлеченности, он вырос, и он, наоборот, повысился, что доказывает регулярные проводимые нами пульс-опросы. Адаптационный период сократился до одного месяца. Это для нас победа, конечно. Также не могу не отметить, что участие в проекте стало своего рода мотиватором и для самих наставников. Они у нас попадают в кадровый резерв учреждения, и для них это становится новой ступенькой в карьерной лестнице, что для нас это тоже очень важно. Проект однозначно успешен, но мы его продолжаем развивать и совершенствовать. Мне особенно запомнились слова одного из наставников, который сказал буквально «Никогда не думал, что во мне живет педагог». Спасибо за внимание.